Привет, друзья! С вами Булавцев Михаил. Поставьте, пожалуйста, плюсики, дайте обратную связь в чате, как меня слышно, видно, видно ли слайды. И мы начинаем наш семинар. Наш семинар «Настройка системы при работе в социальной сети Instagram». Потрясающий ролик в начале, один из самых моих любимых, называется «Лето моей мечты». Наверное, каждый из вас хотел бы провести такое же лето, также отдохнуть вместе со своими близкими, друзьями. И ничего страшного, если у нас за окном октябрь, если у нас температура уже близится к нулю в Саратове, мы с вами имеем возможность в любое время года сделать для себя лето. Лето или зиму, наоборот, путем перемещения, свободного перемещения по земным шарам. Для того, чтобы осуществлять все свои подобные мечты, нам необходимо, конечно же, много зарабатывать. Как много зарабатывается, вы уже в курсе вместе с компанией Reflame. И сегодня мы рассмотрим один из методов, как настроить свою систему, чтобы много зарабатывать. Итак, сегодня, напоминаю, семинар «Настройка системы при работе в Инстаграм». Сейчас Инстаграм у нас один из наиболее популярных методов, инструментов для рекрутинга, поэтому важно поставить и точно распланировать свою деятельность при работе в Инстаграм. В основном все работают с телефона, работают не только дома, но и где-нибудь на улице, гуляя с ребенком, находясь в общественном транспорте, стоя в очереди, в пробке и так далее. То есть вы находитесь без компьютера, возможно, даже без ежедневника. И запоминать с каждого аккаунта количество проделанных действий тоже, конечно же, будет уже сложновато. Поэтому сегодня мы все это обсудим. Как организовать свою работу, как все запоминать, сохранять. И для начала, как раз надо было перелистнуть слайд, важно правильно организовать свою работу. Чтобы вы не думали, не придумывали, что я сделал, что я не сделал, сколько я сегодня, какое количество действий сделал. Сегодня мы с вами организуем нашу работу. И начнем организацию, конечно же, с нашего телефона. Берем в руки телефон или записываем все на бумажке в своем ежедневнике, запоминаем, смотрим в записи. Что необходимо нам для успешной работы с телефона, с нашего телефона. Итак, напоминаю про лимиты при работе в Инстаграм. Наиболее популярные и относящиеся к нам инструменты для работы в Инстаграм это лайки, подписки и отписки. Итак, лайки у нас лимит 1000 штук, 1000 лайков в сутки и 250 в час. Подписки 1000 в сутки и 200 в час. И отписки также 1000 в сутки и 200 в час. Обо всем конкретно мы сегодня с вами поговорим. Как ставить лайки, подписки и отписки. Тоже сегодня все это расскажу. Итак, поехали. Первое, что я вам рекомендую установить, так как мы сейчас с вами поговорили, напомнили, вспомнили лимиты. И где указывается, что у нас есть, помимо суточных лимитов, есть еще и часовые лимиты. То нам необходимо установить на телефон такую вот напоминалку, говорящие часы. Ну вот слышали, наверное, все, как у меня, у Лиля напоминает через определенный заранее вами выставленный промежуток времени. О напоминает нам время данная программка. Итак, скачиваем такую вот программку DVBIP. Можете записать, можете сейчас сразу же делать ее, скачивать. Скачиваете такую программку, открываете ее на телефоне и видим, что она у вас пустая. То есть у вас нет ни одного запланированного напоминания. Поэтому нажимаем на плюсик вверху. Видим такой плюсик. Сейчас перетащу одно поле. Нажимаем на этот плюсик. И у нас открывается менюшка. В этой менюшке мы с вами выбираем дни недели. Выбираем все дни недели, чтобы ежедневно у нас напоминание данное работало. Выбираем время начала и время остановки. То есть со скольки и до скольки будет у вас работать данное напоминание. Допустим, с 8 утра и до 8 вечера. Или же с 9 утра и до 7 вечера. Чтобы, опять же, не раздражало никого в семье, не отвлекало вас. Чтобы уже, если дети легли раньше, чтобы их не разбудило. То есть здесь вы сами выбираете время. Интервал выбираете. Но я выбрал через час. Так как, опять же, привязка к инстаграму. Каждый час мы совершаем те или иные действия. Поэтому я выбрал час. Здесь можно порыться, выбрать голос. Мужской, женский. Скорость, интонацию. Количество повторений. То есть здесь все можно посмотреть. Нажимаем добавить сверху. Криво нарисовал. Добавить. Можно проверить. И данное напоминание у вас добавилось уже к вам на рабочий стол данной программки. Галочка стоит. Значит, данное напоминание работает. Если вам по какой-либо причине необходимо убрать это напоминание, просто открываете программу, снимаете галочку. Напоминать уже данная программа в текущем времени не будет. Двигаемся дальше. Мы с вами теперь... Покажи значок программы. Пожалуйста. Сейчас перелистну слайды. Вот такой значок программы. Динамик и песочные часы. Запомнили? Двигаемся дальше. Сейчас. Еще рекомендую вам установить на телефон Google таблицы приложения. Помимо того, что наши все Android устройства имеют сразу уже установленные сервисы Google, в том числе и Google Диск. Google Диск мы можем открывать, но не можем в нем редактировать, не можем изменять, создавать таблицы. Поэтому нам необходимо скачать также официальное приложение от компании Google. Google таблицы. Вот так просто выбивается в поисковике Google таблицы и устанавливается данное приложение. Данное приложение, как я уже говорил, позволяет нам создать таблицы, редактировать таблицы. То есть все те действия, которые доступны через компьютер. Изначально мы просто могли только просматривать таблицы. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы как раз ввести статистику, ввести отчетность проделанных нами действий. Кать, Google Диск и Google таблицы – это разные вещи, еще раз говорю. Google Диск есть у всех. Google таблицы нет изначально ни у кого. Их нужно дополнительно скачивать. Отчетность мы ведем для того, чтобы как раз не превысить данные лимиты. Чтобы наши аккаунты не были заблокированы. Ведь стоит только одному аккаунту быть заблокированным, как и безопасность остальных сразу ставится под вопросом. Итак, скачали Google таблицы, открываем их и создаем новую табличку. На своем примере могу сразу подсказать. Можно создать табличку, где указываем такие столбцы, как дата, количество подписок, лайков и отписок. То есть вы для конкретного аккаунта, для каждого своего аккаунта. Снизу у вас имеется вкладка. Данную вкладку вы можете сделать, копировать, перемещать, удалять. То есть все такие же аналогичные действия с ними доступны. Сначала рекомендую сделать одну вкладку, полностью в ней расписать столбцы и строки. И данную вкладку потом просто скопировать, чтобы у вас уже данные столбцы и строки сохранились на следующей вкладке. Просто-напросто потом имена вкладок меняете по названию своих аккаунтов. Если у вас оканчиваются, например, на цифры булавцев 11, булавцев 12, булавцев 13 и так далее. Можно поставить просто 11, 12, 13, чтобы снизу название вашей вкладки меньше занимало места. Чтобы их больше уместилось на вашем дисплее телефона, смартфона. Итак, создали табличку и готовы уже записывать все свои данные, всю свою статистику сюда, чтобы все помнили. Ни в коем случае, чтобы не превышали лимиты. Опять же, рекомендую вам даже не приближаться к этим лимитам. Если совершать действия раз в час, допустим, с 5 аккаунтов, подавать 100 лайков, 100 подписок, это уже у вас будет 200 действий. С одного аккаунта можно 1000 действий, то есть 500 подписок, 500 лайков в день. В два раза меньше, чем это позволяется, чтобы не рисковать своим аккаунтом. Итого, суммарно, с одного аккаунта 1000 действий в день. 5 аккаунтов, 5000 действий в день. Довольно-таки хороший результат. Тоже все записываем, отслеживаем. Двигаемся дальше. Отчетность мы настроили. Напоминание настроили. Теперь, как мы работаем. Ну, все уже знают, как мы работаем. Ставим лайки, подписываемся. Сейчас хотел бы рассказать, как я провожу те же самые действия. Ставлю лайки и подписываюсь на людей. Как можно найти именно наиболее реальных людей. Ни компании, ни какие-нибудь накрученные страницы. Итак, знать по порядку. Как мы ставим лайки. Как я ставлю лайки. Я открываю в поиске, страницу поиска в инстаграме. Сверху начинаю вбивать, где у нас слово найти. Допустим, сегодня у нас пятница. По дню недели я иногда тоже пробегаюсь. Вбиваю пятница. Смотрю, что почти 3 миллиона публикаций с данным хэштегом. Важно выбрать не человека, не события, а хэштег пятница. Чтобы он искал по хэштегам пятница. Вот здесь мы можем выбрать. Можем выбрать как по людям, по событиям, по местонахождению. Я ищу всегда по хэштегам. Итак, открываю все хэштеги пятница. И у меня вот такие картинки открываются. Первые 9 картинок у нас всегда отображаются. Вот первые 9 вы видите. Отображаются самые популярные, самые лучшие публикации. Которые набрали большее количество лайков. Но, скорее всего, здесь уже люди нереальные. То есть, это или компания, или накрученные страницы какие-то. Поэтому данные странички я даже не трогаю. Меня интересуют фотографии публикаций, которые у нас идут ниже. Спускаемся чуть ниже. И мы видим, что у нас пошли как раз новые, новейшие, общедоступные публикации. И здесь как раз в основном все люди. Опять же, если, например, смотреть по наполнению, по контенту. Можно открыть первую страничку. И они у вас лентой будут одна за другой идти. То есть, вы листаете вверх и ставите лайки. Допустим, 100 лайков быстренько пробежались. Переходите на подписки. Итак, поставили лайки. Например, вот такие фотографии, как нижние две слева, могут быть не от реальных людей. То есть, здесь где цветочки, всякие девушки, события. То есть, это реальные люди. Нам больше интересны как раз реальные люди, которые обратят на нашу страничку, на нас в том числе, внимание. Итак, двигаемся дальше. Теперь переходим к подпискам. Сделали 100 лайков, например, из 200-250 возможных нераздражаем модераторов. Переходим к подпискам. Теперь задача сделать 100 подписок. Опять же, лайки сделали. Перешли в Google таблицу и отметили, что с такого-то аккаунта сделали 100 лайков. Двигаемся дальше. Подписки. Подписки. Опять же, можно вернуться к тому же поиску «Пятница» и выбрать здесь человека, реального человека. Почему реального? Я только что говорил для того, чтобы мы нашли таких же реальных людей, пробежались по ним и обратили их внимание на себя. Итак, открываем первую попавшуюся страничку девушка, которая у нас стоит в черном платье. Смотрим, что за страничка у нее. Во-первых, ее фотографию открываем. Смотрим количество лайков. Открываем ее страничку. Смотрим, что это не бизнес-страница, что это не сетевой маркетинг, что это живой человек, который занимается косметологией, визажем и так далее. И открываем ее фотографию, какую-либо фотографию из ранее созданных. Допустим, чуть ниже фотографии у нее есть 87 лайков у данной фотографии. То есть, данный аккаунт у нее не настолько раскрученный, чтобы на нее подписывались огромное количество людей. То есть, здесь, скорее всего, будут реальные люди. Итак, 87 лайков поставили по данной фотографии. Открываем и смотрим, кто эти люди. И видим, что в основном у нас все обычные люди. Никакой работы, никаких накрученных аккаунтов, никаких компаний здесь нет. Поэтому смело на них можем подписываться. Быстренько подписались на них. Вот недавно обновилось приложение Instagram. Ранее все подписанные. Вот, например, подписка. Все подписанные, которые автоматически прошла подписка на аккаунтах, они высвечивались зелененькими. Теперь они просто высвечиваются одинаково белым. Только разница подписки или запрошена. Итак, подписались на людей. Совершили 100 подписок. Как отметили данные действия в нашей табличке. Двигаемся дальше. Поговорим теперь про отписки. Для чего нам необходимы отписки. Как только вы... Вот сейчас посмотрим на небольшом моем аккаунте в Instagram. На одном из... Как совершать отписки. Секунду. Итак, как только у нас цифра подписок достигает 7500, то мы больше не сможем ни на кого подписываться. То есть это внутренний лимит в Instagram также на количество подписанных человек. Поэтому нам необходимо будет отписываться. Отписываться вручную слишком долго. Два действия. Отписаться. Нажать кнопку отписаться. И подтвердить то, что вы отписываетесь. Как можно сделать это гораздо быстрее. Скачать специальную программу для отписок. Если какие вопросы у вас появляются, вы пишите. Не молчите в чате. Какие пожелания, наоборот, как вы работаете дополнение, тоже указывайте. Сейчас все вместе, все это увидим, разберем. Итак, нам необходимо отписываться от тех подписок, которые мы раньше совершили. Рекомендую начинать отписываться уже, когда у вас свыше 5000 подписчиков. То есть не нужно сразу, когда у вас 100 подписчиков, точнее, когда вы на 100 человек подписались, на 1000 человек подписались. Не нужно бежать сразу отписываться на всех. Ведь вы, как мы видели сейчас на слайде ранее, вы подписываясь на конкретных людей, у кого-то сразу автоматом на них вы подписываетесь, а на кого-то вы запрашиваете данное действие. Когда данные люди, у которых вы запрашиваете действие на подписку, проверят свой Инстаграм, когда они разрешат вам подписаться на себя, когда они, возможно, в ответ подпишутся на вас, неизвестно. Возможно, это будет совершено сегодня, возможно, завтра или через неделю. То есть, отписываясь от таких вот людей, где мы просто-напросто запросили, мы совершаем просто бесполезные, бестолковые действия. То есть мы подписались, посчитали подписку, но данная подписка нам результата никакого не принесла. Поэтому рекомендую с пяти тысяч подписок начинать, дабы не доводить до семи с половиной. Итак, как мы отписываемся, как бесплатно можно отписаться? Есть огромное количество программ, их очень много, как отписаться. Есть бесплатные, есть платные. Есть роботы, которые, допустим, на ночь поставил, через определенный промежуток времени они будут отписываться. Вот одна из таких бесплатных программ Unfallovegram. Можете записать, можете сделать скрин или в дальнейшем я скину ее название по чатам. Бесплатная программка, скачиваете ее, устанавливаете на смартфон, открываете, не сделав слайд, как у вас программка запросит имя пользователя и пароль, вбиваете свое имя пользователя и пароль того аккаунта, с которого вы хотите совершать подписки. Он синхронизируется и показывает вам информацию уже о данном аккаунте. Количество подписчиков, вот мы видим сверху, количество подписок, то есть вся та информация, которая доступна нам с официального аккаунта, который мы только что с вами смотрели. Нам интересно сразу будет перебежать на следующую страничку, нажимаем вот эту стрелочку, галочку, и здесь у нас мы увидим количество людей, на которых мы подписаны. Количество и уже список. Если у вас не отображается, то просто сдвиньте, как обычно на смартфонах, сдвиньте картинку вниз, дабы обновить страничку. У вас кружочек пробежится, что обновляется страничка и появятся все данные люди. Теперь нам необходимо отписаться от людей. То есть, можно опять же здесь вручную нажимать «Отписаться» и вместо двух действий, как в Инстаграме, «Отписаться». Точно отписаться? Два действия, два нажатия придется. Здесь мы просто одним нажатием можем отписаться от человека. Можем отписаться автоматически. Для этого нам необходимо выбрать вот эти вот три полоски, вот эту вот менюшку, нажимаем на нее, и у нас всплывает новое окошко. «Отписаться» за один раз от какого количества людей. То есть, мы выбираем 25, 50, 75, 100 или 200 человек. Не рекомендую отписываться от большого количества человек. Опять же, дабы не приближаться к лимитам, дабы не рисковать блокировкой своего аккаунта. Аккаунт, как вы знаете, может быть сблокирован сразу же, раз и навсегда, а может поставиться временная блокировка на определенное действие. Допустим, на лайки, на подписки, на отписки. Данная временная блокировка может длиться от нескольких дней до недели. Я уже с этим сталкивался, поэтому я лимиты своих действий сократил. Временные лимиты. И увеличил количество подходов. То есть, я лучше сделаю не 5 раз по 200, а лучше сделаю 10 раз по 100. Или даже к суточным лимитам не приближаясь, 7 раз по 100. Зато мой аккаунт будет живой, рабочий. И продолжать собирать подписчиков, продолжать переносить кандидатов, новичков. Здесь выбираем количество отписок. Допустим, захотим мы отписаться от 75 человек или от 100 человек. Нажимаем эту кнопку. Можем, конечно же, изменить, поставить 76 или 74 плюсами. То есть, здесь мы можем добавить или уменьшить количество. И нажимаем кнопку отписаться. В данном случае у нас сразу же пробегутся, ну, наверное, за минуты-две, в зависимости от количества, то есть, цифры, которую выберете вы, где-то за 2 минуты у нас отпишется от данных людей. И здесь важно выбрать, вот чуть ниже, важно выбрать порядок отписки. Сверху, из середины, снизу или случайно. Люди, на которых мы подписались в последнее время, они будут отображаться у нас снизу, то есть, последними. Соответственно, они еще у нас, скорее всего, не среагировали на наш запрос о подписке. То есть, не увидели, не подписали, не разрешили нам доступ к их аккаунту, то есть, не подписались или не подписались сами, то есть, действия не совершили. Поэтому мы выбираем или сверху, отписываемся от людей, или же, наоборот, выбираем случайно, чтобы, опять же, ввести заблуждение наших любимых модераторов. Или из середины, например, если у вас большое количество, 5000 человек, то уже можно середина, вверх или случайно. По чуть-чуть отписываемся каждый день. Итак, опять же, все действия записали в Google таблицу и переходим уже к следующему аккаунту. И так по кругу. Проработали 5 аккаунтов, убрали телефон, услышали звонок напоминалки, что наступил новый час, достали телефон, снова быстренько пробежались. 100 лайков, 100 подписок. Отписки, напоминаю, делаем от 5000, когда у нас набежит на 5000 подписок. И малыми количествами. То есть не надо злоупотреблять данным действием. Наташ, ну я только что говорил, зачем отписываться от людей, на которых ты только что подписалась? Они еще не успели среагировать, не успели посмотреть твой запрос, не успели подписаться на тебя в ответ. Ты сейчас подпишешься, через 2 минуты ты от него отпишешься. То есть человек даже не увидит того, что ты на него подписывалась. Хотя ты посчитаешь, что действие ты совершила. 200 подписок за час, 1000 в день. Ты скажешь, я 10 тысяч подписок в день делаю, а люди ко мне не приходят. Результата никакого. Все потому, что ты сразу же от этих людей отписываешься. Конечно, можно. Например, у тебя набралось уже свыше 5000 подписок на кого? На людей, которых ты подписан. Да, можно сразу же и подписываться, и отписываться. Только здесь указываешь случайный порядок или середины сверху. То есть из более старых людей, на которых ты в свое время подписывался. То есть можно, конечно же, это то же самое действие, что и лайк и подписка. То есть совершенно разные действия. На отписке есть определенные свои лимиты. 200 в час, 1000 в сутки. Кто нашел еще какие интересные программы по отпискам, также скидывайте в чат. Посмотрим, разберемся наиболее интересные, наиболее удобные и рабочие программки. Сравним и выберем наиболее интересную. Еще рекомендую пользоваться программой Evernote. Многие уже про нее говорили. Слышали еще в прошлом году, как Дмитрий Салимов нам ее рекомендовал. Аня Салимова в Саратове постоянно также нахваливает данную программку. Очень удобно в качестве блокнота, ежедневника работать в данной программке. Вы на компьютере и на телефоне ею пользуетесь. И одна и та же информация у вас всегда будет доступна. В принципе, тот же самый Google Диск, только в более меньшем варианте. Более заточен как ежедневник, как блокнот. Тоже очень удобный, спадный с некоторого времени, мы им пользуемся. Слышали? Напоминание. 11 часов. Можно приступать к рекрутингу. Так, друзья, какие вопросы на текущий момент у вас появились, остались? Сейчас я вам рассказал ту систему, как мы работаем. Чтобы все было под контролем. Чтобы вы все помнили. Чтобы у вас все было зафиксировано. Если вопросов никаких нет, задаем их в чате, если возникнут. И до скорых встреч. Побежали работать в Инстаграм, устанавливать все вышеперечисленные программки и использовать их для удобства. Для своего удобства. Спасибо большое за внимание, за то, что пришли на данный семинар. До скорых встреч и успешного окончания каталога. Перед нами еще целых два дня для достижения своих поставленных планов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Д arr Lo Dogs Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...